коллеги добрый день сейчас ближайшие 10 минут мы поговорим про итоги и прогнозы фокусе стран персидского залива и я постараюсь сосредоточиться на объединенных арабских эмиратах меня зовут мария никонова я партнер компании пепеляев групп сейчас я также возглавляю middle east desk и работаю в дубае нашей эмиратской компании биджи питекс консалтенс в эмиратах мы занимаемся тем что консультируем локальный международные российские бизнес по вопросам налогового структурирования в странах gc я думаю что я не открою америку если скажу что middle east на сегодняшний день представляет большой интерес для российского бизнеса это связано в том числе что это тем что это дружественная юрисдикция там находятся страны дружественной юрисдикции для россии и многие компании и российские компании выходцы стран снг как мы видим структурируют и в эмиратах и в странах gcc различный бизнес это холдинговый бизнес когда переносит туда свои штаб-квартиры это операционная деятельность когда компании регистрируются и например ведут трейдинговую деятельность через эмираты это и реальный бизнес когда компания выходит регион middle east для того чтобы продавать на рынке этих стран и помимо того что сам по себе регион интересен российскому бизнесу он в принципе на сегодняшний день очень быстро растет развивается вот здесь вы видите какие страны представлены в галф-кооперейшн входит в галф-кооперейшн-кандрис это бахрейн квейт катар оман саудовская аравия вот эта маленькая страна объединенные арабские эмираты в которой как раз мы сейчас работаем открыли офисы уже более года здесь находимся и во всех этих странах довольно таки по сравнению с международным налогообложением низкие налоговые ставки здесь вот в этой табличке обращать на себя внимание такая страна как бахрейн который отсутствует на сегодняшний день корпоративный налог хотя планируется что этот налог будет введен объединенные арабские эмираты в которых корпоративный налог на сегодняшний день введен он будет применяться для большинства компаний со следующего года но опять-таки ставка остается достаточно низкой девять процентов более того для компаний зарегистрированных в свободных зонах есть возможность применять дополнительные льготы в том числе облагать прибыль нулевой ставкой и большинством из этих стран россия сотрудничает именно сотрудничает и нам это доказал текущий год когда например было подписано и ратифицировано соглашение в избежание нового налогообложения саманом сейчас идет находится в обсуждении соглашения с объединенными арабскими эмиратами поэтому мы видим что сотрудничество между россией и этими странами будет и в будущем году развиваться и будет также развиваться налоговое законодательство бизнесу достаточно сложно сориентироваться перейти от безналогового режима к довольно таки строгим и сложным правилам корпоративного налога и налогового комплайнса но в основном в объединенных арабских эмиратах данную других странах и налоговая система сейчас находится на этапе развития это мне напоминает мою работу на самом самом начале моей налоговой карьеры в россии когда мы переходили от достаточно небольших законов различных налогов к большому налоговому кодексу с которым мы сейчас работаем почему на сегодняшний день наибольшая часть бизнеса сосредоточена в эмиратах это связано с тем что по сравнению с всеми странами региона в эмиратах достаточно низкие издержки на открытие бизнеса причем эти издержки будут зависеть очень сильно от свободной зоны в которую планируют в которой планируют зарегистрироваться бизнес возможность регистрации бизнеса в том числе присутствует в мейнленде то есть на материке правила действующие раньше в соединенных арабских эмиратах что необходимо было иметь для всех видов деятельности локального агента либо эмиратского составе учредителей сейчас не действует то есть бизнес для большинства видов деятельности бизнес может быть иностранным и может быть зарегистрирован на материке это вторая причина огромное количество свободных зон в эмиратах более 50 свободных зон в каждой свободной зоне могут быть свои правила законодательства свободных зон превалируют над федеральным законодательством и как я уже сказала издержки на открытие бизнеса могут быть разными есть относительно дешевые свободные зоны есть свободные зоны в которых открытие бизнеса будет достаточно дорогим но у бизнеса есть большая возможность для выбора а все-таки если мы смотрим на страны gcc мы видим что эмираты на сегодняшний день являются предлагают самый интересный налоговый режим а ну вот если может быть еще можно посмотреть на бахра и в этом плане и конечно бизнесу легко обидеть переехать туда сотрудников легко получить рабочие визы достаточно легко найти на сегодняшний день сотрудников и поэтому мы видим бум а такой вот именно эмиратский бум на открытие компаний в зарубежных юрисдикциях что все стремятся в эмираты ну вот говоря коротко об итогах мне кажется этот год прошел под знаком все объединенных карабских эмиратов и такого важнейшего для них шага по введению корпоративного налога закон был принят в прошлом году вступает в силу вступил в силу тоже в прошлом году но первым налоговым периодом для большинства компаний станет следующий год 2024 и весь год эмираты провели под знаком совершенствования законодательства корпоративного налоги потому что в развитии закона вот если увидите было принято более 30 решений кабинета министров министерских решений которые объясняют правила установленные в законе о корпоративном налоге ну и более того самом законе вы найдете более 50 по моему отсылок к разным решениям кабинета министров вот весь год кабмин работал активно над совершенствованием налогового режима корпоративного корпоративного налога и также федеральная налоговая служба последние два месяца мы тоже наблюдали бум руководств от федеральной налоговой службы по разным вопросам руководство о том как будут платить налог физические лица это кстати важный интересный момент что хотя закон называется корпоративном налоге но он распространяется в том числе не только на юридические лица но и на физические лица которые занимаются предпринимательской деятельности в эмиратах это руководство по трансфертному ценообразованию руководство по тому как должны платить налог нерезиденты руководство по освобожденным доходам и патисипейшн экзампшен то есть а уфте очень много работы было в этом году и еще будет я думаю что на следующий год вполне себе работа в 2024 году мы будем следить за продолжением изменений в корпоративном налоге вот в ноябре этого года были опубликованы правила для свободных зон точнее даже так они были опубликованы в июне этого года затем в результате публичных обсуждений с бизнесом министерство финансов полностью переписала точнее отменила свои два предыдущих решения и приняла два новых решения в отношении того как будут платить налог свободной зоны наверное неправильно сказать что полностью переписала потому что много положений с предыдущих решений вошли в новое решение но мы видим какой труд сейчас прилагает минфин для того чтобы выработать понятные правила для бизнеса в том числе в свободных зонах о том как они будут платить корпоративный налог дальше конечно мы в 2024 году ожидаем во-первых разъяснение для свободных зон должно наверное появится и в форме руководства от fta и форме каких дополнительных документов от минфина мы ожидаем что возможно будут скорректированы правила экономик с абстенс об этом я не сказала но в эмиратах мы тоже занимаемся и сар регулированием подачи отчетности и уведомлений наличие экономик с абстенс свой которая обязательно для определенных видов бизнеса и поскольку сейчас это же правило правило с абстенс на наличие с абстенс и действует для компаний зарегистрированных свободных зонах мы ожидаем что в сар будут тоже определенные корректировки сейчас вот как бы бизнес в таком подвешенном состоянии ждет как минфин будет внедрять эти правила уже текущее регулирование второй важный момент чему будет посвящен следующий год и уже сейчас мы видим отголоски этого в эмиратском законодательстве это внедрение правил пилар ту в эмиратский закон в этом году уже по моему на предыдущем слайде было был принят 60 закон который скорректировал закон о корпоративном налоге и прямо предусмотрел там такое понятие как участник международной группы на группы компаний с оборотом более 750 миллионов евро в год которые будут подпадать под повышенную ставку корпоративного налога да и установил ставку 15 процентов внедрил правила пилар ту но в законе все дальнейшие регулирования такие как даты с которого будут применяться эти правила случаи применения правила как нужно считать налоговую базу какие карваутсы можно применять о том кто это и как будет контролировать все эти решения еще предстоит принять минфину да и мы ждем что в следующем году много достаточно будет законодательных актов посвящено этому третий наверное тренд на который тоже мы сейчас обращаем внимание это развитие международного сотрудничества эмиратов россии потому что важный момент потому что на сегодняшний день то соглашение в избежание нового налогообложения которое действует между россией и распространяется на очень ограниченный перечень лиц на государствах финансовые органы государственные органы и финансовые институты и мы ждем что в этом году будет принято соглашение об избежание нового налогообложения которые будут распространяться на обычные коммерческие компании и на физических лиц и разговор об этом соглашении уже идет но вот пока ждем от минфина эмиратского и от нашего минфина новостей и второе важное изменение которое тоже мы думаем что будет принято в ближайшее время это исключение исключение обмененных арабских эмиратов с черного списка есть я уже участвовала в не письмах от нескольких ассоциаций с просьбой исключить из черного списка эмираты в связи с тем что введен корпоративный налог в эмиратах и я думаю что мы тоже этот процесс увидим что лед тронется ну и наконец это развитие администрирования да и налогового контроля в эмиратах потому что правила все больше усложняются и конечно мы ожидаем что те будет вкладывать в том числе в обучение своих сотрудников развития электронных инструментов для взаимодействия с налогоплательщиком и все больше да уделять внимание взаимодействию с бизнесом ну и конечно будем смотреть за всем регионам да как я уже сказала как тоже довольно важная новость это появление корпоративного налога в бахрейне и и конечно особые интересы я думаю что следующий год на будет даже скорее всего годом саудовской аравии потому что на сегодняшний день они предпринимают попытки привлечь весь международный бизнес в свой свою страну и мы видим появление законодательства о особых зонах и законодательство о льготах в особых зонах а мы видим саудовская аравия анонсировала анонсировала режим налоговых льгот для региональных штаб-квартир компаний которые будут расположены в саудовской аравии тоже не будет возможность пользоваться льготой по налогу корпоративному налогу на прибыль вот все эти документы странам предстоит разработать и принять а в следующем году я пересну последнюю страничку для того чтобы у вас была возможность посмотреть пройти по нашим qr-кодом а мы очень много информации размещаем в линк ты не на нашем официальном сайте это эмиратский официальный сайт он на английском языке но там довольно развернутый материал разных изменениях правилах выдержки из наших консультаций которые мы даем я думаю что бизнесу который только рассматривает для себя объединенные арабские эмираты в качестве юрисдикции где открыться который уже работает да пока для себя какие-то моменты не очень может прояснить это такой очень полезный кладезь информации вот я его рекомендую бесплатно вы можете получить там консультацию на очень многие свои вопросы последние qr-код это qr-код на наш телеграм-канал на котором мы тоже делимся информацией о налогах и разных законодательных изменениях в регионе middle east пока к сожалению практически не успеваем комментировать изменения во всем во всем регионе но по эмиратским налогам в этом тоже много материала найдете оставляя последние несколько минут для поздравления я хочу вот о чем сказать что прожив год и проработав год в эмиратах я для себя подчеркнула такие три наверно качество момента которым учишься на ближнем востоке и первый это терпение надо сказать что в связи с тем что во-первых законодательство очень быстро меняется и очень часто сами государственные органы не успевают адаптироваться к этим изменениям то есть вы уже прочитали где-то новость услышали пошли в регистрационный орган вам сказали что там об этом об этих изменениях еще не знают у нас такая ситуация была например что минфин разрешил восстановиться налоговыми агентами тем налоговым специалистам которые владеют только одним из языков английским свободно либо арабским раньше было правило что нужно обязательно знать арабский язык сейчас это правило отменили вот буквально в середине этого конца лет этого года а и наши коллеги пошли регистрироваться в качестве налоговых агентов вот оказалось что те еще не знают о том что такое правило конкретные сотрудники в те еще не знают о том что такое правило появилось на то есть вы тоже столкнетесь с этим и поймете что терпение это то что необходимо для работы бизнеса была эмиратах более того в арабском языке есть такое слово иншаллах вот смысл которого что все по воле аллаха да или все происходит так как аллах решит это же вы очень общаясь с местными людьми вы очень часто будете встречаться с этим словом да когда вам будут говорить что ну вот такие вот правила ну а дальше иншаллах на либо вот поступить так то так то мы попробуем приносить свои документы ну а дальше иншаллах это конечно учит тому что нужно не всегда получается сразу добиться всех своих целей вот и нужно набраться терпения или даже смирения скажем так перед волей аллаха второе наверное то чему тоже учат по крайней мере объединенные арабские эмираты это благодарности и в эмиратах не принято плохо отзываться о стране более того люди действительно благодарны стране ее правителям и туристы очень быстро и туристы и те кто переезжают работаете жить в эмиратах очень быстро учатся этому правилу да и тоже когда их спрашивают о стране стараются искать и видят положительные моменты жизни и работы в эмиратах и так постепенно начинаешь находить себе источники благодарности ко всему что тебя окружает а ну и третий момент это на ближнем востоке понимаешь важность связи что очень часто достижение твоих бизнес целей личных целей зависит от того смог ли ты заручиться необходимыми контактами нужными людьми и нам конечно в этом плане повезло у нас очень хорошие партнеры которые и нашему бизнесу помогают и помогают нам навести между наших клиентов на которых которых мы например не берем по вопросам регистрации бизнеса мы сами не занимаемся этой работой мы ведем только налоговую налоговое структурирование сар комплайнс и исходя из этих вот трех таких важных моментов важных качеств которых думаешь и понимаешь на ближнем востоке я хочу и вам пожелать чтобы у вас были всегда надежные партнеры которые помогали вашему бизнесу расти и достигать желаемых целей чтобы у вас находилась находились поводы для благодарности и вашим партнером и людям с которым вы работаете и чтобы вы никогда не испытывали недостатка благодарности от ваших клиентов ваших руководителей всех тех с кем вы работаете и наконец чтобы вам не приходилось испытывать терпение когда вы пытаетесь достичь каких-то своих бизнес бизнес целей чтобы все происходило быстро хорошо без проблем и вам бы не требовалось бы употреблять и слышать слово иншаллах с наступающим новым годом вас друзья и я надеюсь что в следующем году мы увидимся с вами на серии событий которые будет проводиться по кафе огромное спасибо за возможность сегодня записать для вас поздравления мы обязательно будем еще больше интересного информации рассказывать о регионе опять-таки для того чтобы вашему бизнесу было как можно проще и быстрее достигать ваших целей